Этот сингл вышел прямиком ко дню Бэтмена. И как его охарактеризовало издательство, это сингл два в одном. С одной стороны будут публиковаться титаны по два выпуска, а с другой красный колпак по одному выпуску. И выходить эти синглы в таком формате будут с периодичностью раз в месяц. Цена данного комикса в комикс-шопах составляет 170 рублей. Титаны – это очередной комикс, сделанный именно для фанатов. Фанатов Уолли Уэста, ну или по крайней мере Титанов. Диалоги в комиксе очень слабые, натянутые и дублирующие друг друга по пять раз за выпуск. Я не знаю всей реальности роли Дэна Обнета в общей куче комиксов линейки Rebirth, да и степень его творческой свободы мне также не ясна, но диалоги – это его неоспоримый косяк. Абнет с натягом пытается представить драму встречи старых приятелей, которые совершенно позабыли про своего дорогого друга. Вот только Уолли приобретает возможность пропускать избавляющий от Амнезии разряд Спидфорса сквозь людей, после чего просто разрешает себя полапать каждому Титану, сопровождая их прикосновения флэшбеками. Что же касается не технической, а фанбойской стороны комикса, то тут все очень даже неплохо. Отношений Титанов предстают дух оригинальной команды, флэшбеки радуют сердце приторной ностальгией, а Флэш вновь встречает Линду Парк и старого врага, ответственного непосредственно за свое исчезновение. Правда вот экшен в комиксе в целом не особо оригинален и местами больше напоминает компьютерную игру, но это можно потерпеть какое-то время. Комикс про Красного Колпака и Изгоев в отличии от Титанов получил здесь всего один выпуск, нулевой, и начинается он с традиционного флэшбека об оригине Красного Колпака, красиво нарисованный и довольно стильно покрашенный. Никакой новой информации, к сожалению, тут нет. Четыре страницы на знакомство с Бэтменом и всего треть страницы на воскрешение и действие Джейсона в отличине Красного Колпака. Фактически этот сингл дает исчерпывающую информацию о персонаже, заодно напоминает о драматических событиях в жизни Брюса Уэйна, поднимает актуальные вопросы доверия между людьми, вновь обращается к проблемам отцов и детей и неплохо показывает эволюцию Тодда в качестве героя-антигероя, подчеркивая его уличное воспитание и демонстрируя непокорный нрав, что выглядит интересно и выдает неплохо прописанный конфликт. Есть задел на дальнейшее раскручивание интриги, но пока даже в воздухе не пахнет вынесенными на обложку изгоями, членами команды Джейсона, его собственным отрядом самоубийц или, что более очевидно, его X-Force. Впрочем, все только начинается.